Привет, с вами Галактики, и сегодня пришло время начать истребление сектантов. Вышел пятый Far Cry как раз сегодня. Я надеюсь, что сегодня видео выйдет. С утреца вышел, и я думаю, что это вполне возможно будет прохождением, но пока что запишем пробник. Четвертая часть Far Cry мне очень понравилась, несмотря на то, что главным злодеем был Борис Моисеев. Но от игры я получил определенное удовольствие, и у нас есть прохождение четвертой части, кому интересно, ссылочка на него будет в описании видео. И я думаю, что из... надеюсь, что эта часть будет не менее интересна, и что это будет полноценным прохождением. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, будете ли вы смотреть пятый Far Cry в моем исполнении, или не будете. Ну а мы начинаем. Или не начинаем. Все, начинаем. Давайте начнем новую игру на... Наверное, все же будем на средней сложности играть. Высокая сложность добавит нам излишних смертей. Но с другой стороны, может быть, интереснее будет играть. Ладно, давайте на высокой сложности начнем. Мы будем играть за... Мужика. Правильно. Ваш выбор от окончательной не может быть изменен. Да. Дальше, внешность персонажа мы сможем настроить после, скажем так, прохождения небольшого пролога. Автовождение у нас есть, конечно же. Куда сейчас без автовождения? Монтана. Страна холмов и гор. Штат сокровищ. У Монтаны много названий. Для меня это дом. Мой родной край. Родной и безумно красивый. Потому здесь легко не заметить человеческую подлость. Поймите, никто не воспринял их всерьез. Они другие. Фанатики. Секта. Натуральная секта, блядь. Коллапс близок, дети мои. Сперва они купили все наши фермы. Потом радиостанцию. А напоследок прибрали к рукам сраную полицию. Они создали теократию. Прямо здесь. У нас под носом. Власти нас не спасут. Никто не спасет. Вообще никто. Пусть требует, чтобы мы спасли эти заблудшие души. Хотят они того или нет. Все отказываются верить в то, что это секта. Люди напуганы. Одни захотят навредить нам. Другие разрушить все, что мы с вами создали. А третьи предать нас. Мы не знаем, на что он способен. Стой, стой. Кто? Их лидер. Иосиф Сид. Для них он отец. Лишь глупцы не помогают проекту. Они не верят. Они слепы. Нет, нет, нет. Но они прозреют. Эй, ты. Да, ты. Ты зря тратишь время. Тут нет сигнала. Пересекаем Хинбейн. Твою мать, вот он. Чёртов ублюдок. Господи. Теперь мы в стране эдемщиков. И ещё долго? Тебе хватит времени, чтобы передумать и развернуть вертушку. Хотите, чтобы я проигнорировал ордер, шериф? Нет, сэр. Я хочу, чтобы вы лучше понимали эту ситуацию. Иосиф Сид. Не из тех, кого можно припугнуть. У нас с ним уже были стычки. Секта не всегда идёт навстречу. Я думаю, иногда лучше оставить всё как есть. Да. Но закон един для всех шерифов. Иосиф Сид не исключение. Вот. А вызови-ка диспетчера. Есть. Уайт-хост диспетчеру приём. Да, я... Мы приближаемся к посёлку, Нэнси. Приём. Ясно, шериф. И ещё не передумали. Приём. Нет. Мы, к сожалению, ещё пытаемся вразумить нашего друга Маршала. Приём. О, ему было видно, что меня нет. Если что, обязательно дать мне знать. Приём. Понял тебя. А двой? Может, стоило взять с собой Нэнси, а не этого салаку. Сектанты бы обосрались. Рад. Кто такие эти Эдемщики? Секта врата Эдема. Поэтому Эдемщики. Так их зовут местные. Пару лет назад казалось, что проблем от них не будет. Но сейчас они вооружены. И рвутся в бой. Вы боитесь, шериф? Прибыли. Посёлок под нами. Господи. Неудачная идея. Последний шанс, Маршал. Мы садимся. Сажай! Рад. Понял. Диспетчер. Слышишь меня? Да. Слушаю, шериф. Если через 15 минут не выйду на связь, высылай всех. Если придётся, вызывай Насгвардию. Приём. Так точно. Я вас помою. Слушайте все. Три правила. Держитесь рядом. Не доставайте оружие. И помалкивайте. Ясно? Понял. Залага. Внимание. Не зевать. Эту игру, как и четвёртую часть, можно пройти в самом-самом начале. Если что-то не сделать, я не помню что. Шериф, дело плохо. Всё в порядке, отца. Уходи. Всё в полном порядке. Боже мой. На вас есть значки, верно? Да, но здесь не особо уважают значок шерифа. Зато ствол они будут уважать. Не все проблемы можно решить оружием вашего. Мы же теперь всё мы узнаем, что вам здесь надо. Мы не хотим иметь с вами дело. Он пришёл убить отца. Да оставь же нас в погоду. Убились. Отец что-нибудь придумает. Тихо, маршал. Давай лучше сделаем, по-моему. Без шума. Спокойно. Ясно? Ясно. Хадсон, двери. Прикрой нас. Сюда никто не должен войти. А ты со мной. Беда. Ну, не наделай там глупостей. Остыньте, шериф. Про вас скоро в газетах напишут. Всё хорошо. Что-то случится. Вы чувствуете, да? Что мы приближаемся к краю пропасти. Что грядёт час расплаты. Вот зачем нужен проект. Мы знаем, что случится дальше. Они придут. Чтобы забрать всё. Забрать оружие. Забрать свободу. Даже веру. Но мы им не позволим. Шериф. Не позволим их жадности, их безнравственности, их порочности одержать веру. Мы больше не будем страдать, шахурахер. Иосиф Сид. У меня ордер на ваш арест. По обвинению в похищении с умыслом на причинение вреда. Живо выйдите вперёд и держите руки перед собой. Нет. Вот они. Саранча в нашем саду. Они пришли за мной. Пришли, чтобы забрать меня у вас. Чтобы разрушить всё, что мы строим. Спокойно. А вы же сейчас ни к чему. Так, всем стоять на землю. Всем стоять. Кушки на землю. Успокоились. Мы ждали этого момента. И мы подготовились. Всё. Всё. Всякие-то такие чумазые бородатые. Я видел, что Агнин снял первую печать и услышал громовой голос одного из четырёх животных. Иди и смотри. Войди вперёд. Я взглянул и вот конь бледный и ад следовал за ним. Салага, давай в наручники его. Бог защитит меня. Салага, браслет на него. Вот, кажется, здесь нужно просто Enter не нажимать. И мы пройдём игру. Мне вот единственное, что не понравилось... Я услышал голос истины. Нужно опустить оружие, забрать друзей и уходить. Так вот, что мне единственное не нравится, это то, что в игре настройки звука общие и можно только общую громкость крутить. Нельзя сделать громкость диалогов выше. Я бы сделал с удовольствием. Это музыка иногда и громко, и эффекты тоже. Диалоги плоховато слышны, поэтому субтитры я оставляю. Ну, давайте подождём, посмотрим. Не тяни, салага! Я камерой подвигать не могу посмотреть, могу только на Enter нажать, но... Чтобы Бог нас не осудил, мы не станем отца арестовывать. Шериф, постой, маршал. Постой, маршал, дай подумать нам... Иногда лучше оставить всё как есть. Шериф правду говорил, да? Лучше оставить всё как есть. Всё, уходим. Уходим. Ты чего удумал? Вы что творите? Вы что нахрен творите? Шериф, вернитесь! Заткнись и слушай! Наденешь на него наручники, и нам всем конец, ясно? Я вас всех арестую! Ну, с Богом. Всё, по-моему, отличное прохождение у нас было. Если вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы вдруг ещё не подписаны. Мы, наверное... Я боюсь просто музыки этой, как сейчас... жалоба прилетит, и всё. Приятный голос у девочки. Как раз про коллапс, да? Это песня. Грядёт коллапс, как сказал отец. По-моему, хорошая была игра. Ну что ж, я на этом буду с вами, наверное, прощаться, и... Если вам понравилось данное прохождение, то пишите об этом в комментариях, если вы захотите видеть нормальное прохождение данной игры, то пишите об этом тоже в комментариях, и... Я думаю, сегодня же мы и запишем... Начнём, собственно, нормальное прохождение. Вот. Ну а пока что, да. Всем спасибо за просмотр, и пока. Ждите. Сегодня, скорее всего, выйдет дальше, ну, полноценное, уже нормальное прохождение. Субтитры сделал DimaTorzok